Сегодня Святая Церковь предложила нам удивительные слова нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, которые Он сказал одному из иудейских начальников, который приходил к Нему, к Христу, ночью, тайно, потому что исповедовать Христа и тем более разговаривать с Ним или интересоваться Его учением было равнозначно исключение из Синедриона и от всех чиновнических званий. Вот почему этот большой, очень важный чиновник находит время, чтобы найти Иисуса ночью и с Ним поговорить, потому что душа каждого человека ищет Бога, душа каждого человека по сути христианка. И вот сам Христос и Никодим, и ночная беседа. О чем спрашивает Никодим? О жизни вечной, о душе, о спасении. А для того, чтобы спастись, нужно родиться свыше, говорит ему Христос. Разве можно родиться снова? Разве может человек снова войти в утробу матери и родиться во второй раз? Господь говорит о рождении духовном. Нужно однажды родившемуся человеку прийти к вере в бессмертие своей души и о том, что Бог для того и послал в этот мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную, говорит Христос Никодим. И вот звучат удивительные слова. «Никто не сходил с неба, как только сошедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах». Это ответ всем тем, кто сегодня еще сомневается. А кто оттуда приходил? Мы слышим в разговоре с неверующими людьми или сомневающимися. Ну вот, если бы кто-то пришел оттуда, все бы рассказал. Больше того, никто не сходил и не взошел на небо, как только Сын Божий Иисус Христос, который говорил сейчас Никодим. Какие странные слова! Как это можно беседовать с человеком, который сшел с небес? Но Никодим не знал, что Христос воплотился от Пречистой Девы Марии от бессеменного зачатия. Бог воплотился. Христос, Бог, становится человеком таким же, как мы, и беседует с таким же смертным человеком, но сам победитель смерти – Христос. И вот удивительный диалог продолжается на том, что Христос приводит этому иудейскому начальнику, который хорошо знал законы, особенно своего народа. Он приводит ему в пример избавление народа израилевского от огромного количества змей, которые кусали людей, и когда Моисей сотворил знамение креста и пригвоздил медного змея, и всякий, кто взирал на крест, на котором был пригвожден змей, они исцелялись от укусов змей, они не умирали. И те, кто взирал с надеждой, они оставались целыми. Христос приводит это для того, чтобы как тогда Моисей водрузил медного змея, как должно будет вознесено в Христу. И как тогда через укусы ядовитых змей люди будут получать избавление, через распятие на кресте самого Сына Божия люди будут получать избавление от своих грехов, исцеление своих душевных ран и недугов, и будут иметь жизнь вечную все те, кто будут веровать в Него. Вот потому и послал Бог в этот грешный мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий, неважно какой ты национальность, какого ты роста или достатка, болен ли ты, здоров, молод ли ты или стар, умен или не очень, ты должен понять самое главное, что веруя во Христа, сошедшего с небес, ты получаешь вечную жизнь, если только последуешь Его Святому Евангелию. И дальше Христос говорит очень важные для всех нас слова. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Давайте вдумаемся в эти слова. Бог не послал в этот мир Сына Своего Христа, Бога нашего, чтобы осудить живущих в миру, всех нас, грешников, а для того, чтобы спасти каждого из нас. Причем Он пришел спасти всех людей, кто только этого пожелает, но Он не спасет тех, кто этого не захочет. Об этом продолжение диалога Христа с Никодимом. Верующий в Него не судится, говорит Христос, а неверующий уже осужден. Вдумайтесь в эти слова. Если ты поверил, то ты уже не судишься. Поверил не просто понял, что где-то что-то есть. Поверил в каждое слово Евангелия. И не просто поверил, а стараешься по нему жить. А поэтому почаще заглядываешь в этот наш духовный кодекс спасения, как разумный человек, который сличает, может, подзабыл правила дорожного движения, он повторит, а что это две сплошные полосы, а можно налево, нет, тут нельзя. Забыл, что такое вот этот знак, ну-ка повторил, молодец, безопаснее домой вернешься. И правильно поступают те, которые следят за тем, что нужно делать в жизни, чтобы не попасть в беду, чтобы оградить себя от различных испытаний, искушений и всевозможных бедствий. Вот человек разумный, уверовавший, он тоже думает, что мне сделать, чтобы спастись? Что мне сделать? Вот как Никодим пришел ко Христу и говорит, так что же мне это делать? Я чиновник. Я только ночью могу с тобой, Господи, говорить, если узнает, что я верую в тебя. Меня выгонят, меня лишат зарплаты, меня лишат положения, статуса. Мне этого очень бы не хотелось. И вот интересный диалог продолжает Христос с Никодимом, что верующий в Него, в Христа, не судится. А неверующий уже осужден. Почему? И он дает ответ на этот вопрос. Потому что не уверовал во имя единородного. Ну разве так трудно понять, что 2024 год от Рождества Христова, что Христос воистину родился, был распят на кресте и воистину победил смерть и воскрес. И все верующие в Него подтверждают это своим приходом каждое воскресенье в Божий храм. Они потому и приходят поклониться святому Христову воскресенью, потому что Христос воскрес. И мы говорим, воистину воскресе Христос. Верующий в Него не судится, а неверующий сам себе виноват. Ну кто тебе виноват, что ты даже не потрудился открыть эти простые доступные слова, чтобы уверовать, чтобы понять, чтобы разобраться вообще, что происходит в мире, что в мире происходит. Ты ни в чем не разберешься, если не поймешь эту простую беседу Христа с Никодимом. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Вот ответ на то, почему столько злых людей, которые следуют по пути тьмы, разрушения, злобы, ненависти, раздоров, всевозможных скандалов, склоков, военных событий. Почему? Потому что люди возлюбили тьму более, нежели свет. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И вот потому Христос и предупреждает Никодима о том, что если человек зло носит в своем сердце, он не может уверовать в свет Христовой любви. Надо от этого зла избавиться. Как? Через покаяние. Надо обязательно найти в себе силы и сказать, Господи, прости меня. Ты свет. И этот свет нужно светом признать. Ты сошел с небес, Господи. Для чего? Чтобы спасти всякого человека. Кого, Господи? Моего соседа, моего сослуживца, моих родных, близких нет. Ты пришел спасти меня. Меня пришел спасти. И всех тех, кто уверует в тебя всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. И в человеческом сердце начинает пробуждаться свет веры Христовой. И он начинает уклоняться от зла и начинает делать дела добрые. Он уклоняется от всякого зла и стремится к добру. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Мы видим, даже с какой яростью ненавистники добра сражаются против света. Не случайно наши воины, которые сегодня выполняют свой воинский долг, их можно смело назвать воинами свет. Потому что они борются и отдают свои жизни, рискуя своим здоровьем за нас, за свет. Чтобы мы с вами могли ходить в храмы, чтобы мы могли сохранять традиционную семью, а не быть однополыми, как эта сумасшедшая Европа уже проповедует всюду. И кто еще в этом не убедился, вспомните Парижскую Олимпиаду, что творится там. И куда весь мир катится. Возненавидевшие свет возлюбили тьму, возлюбили зло и ненавидят свет и воинов света, и людей, которые стремятся к свету, ко Христу, ко христианству. Они ненавидят. Вот, дорогие братья и сестры, какой глубокий оказался разговор Иисуса Христа с Никодимом. Но он завершает его следующим. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они, Боги, соделаны. Вот совет всем нам. Тот, кто поступает по правде, он любит свет, он любит ходить в храм, он любит молиться, он любит добро, старается по правде поступать. А кто не любит правды, не любит света, тот не идет к свету. Вот какой простой ответ разобраться в любом человеке. Спросите у него, как вы относитесь ко Христу? Как вы думаете, чей он сын? Вот вам ответ стопроцентного отношения к этому человеку. Да я по вам не хожу. Подождите, не трогайте священника. Как ко Христу вы относитесь? Как вы относитесь к Иисусу Христу? Чей он сын? И сразу проявится. Мусульмане не примут, потому что он пророк никакой, он не победитель смерти. Вы сразу поймете, кто перед вами. Иудеи, он вообще там придет в ярость, потому что они распяли Иисуса Христа. Представители там какой-нибудь другой религиозной конфессии, типа буддистов, они вообще говорят, у нас Бога нет, у нас вообще нет Бога. Вы знаете, что у буддистов Бога нет. У них есть состояние, нирвана. Они не верят в Бога. У них есть позы, состояние. Достичь состояния вот этой вот нирваны, оторванности от всего мира путем физических упражнений, типа йоги. Вот это все оттуда. Люди наши, православные, с крестиком, и йогой занимаются, им все равно. Света-то не узнали, Бога не узнали, а свет этот Христос. Вот почему он и говорит, я свет миру, идите моей дорогой, и вы никогда не будете ходить во тьме. И закончить мне сегодня хотелось бы словами святого апостола Павла, который он направил к коринфянским христианам. Удивительные слова, которые сегодня прозвучали, но может быть не все обратили на них внимание. И так, говорит апостол, бодрствуйте. Вы слышите? Бодрствуйте, это значит, все, что ты читаешь, читай с разумением. Не все принимать, все, что ты почитал там в ленте новостей, ох, 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 надо переслать, передать. Подумай, добро это, свет это, радует этот человека или огорчит его. Бодрствуйте, бодрствуйте над спасением души своей. А дальше апостол продолжает, стойте в вере. Вот какой призыв. Больше укрепляйся в вере. Читай чаще Евангелие, потому что оно укрепляет каждого из нас. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Стойте в вере. Бодрствуйте. Будьте мужественны, тверды. А еще приписал апостол к этим словам, все у вас с любовью добывай. Казалось бы, такие строгие начальные слова. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, но все у вас добудет с любовью. Вот мне хотелось бы этими словами закончить, чтобы каждый из нас услышал не слова Батюшки, а слова святого апостола Павла. чтобы мы любили свет, уклонялись от зла, любили Божий дом, любили веру свою православную. Были бодрственны, мужественны, тверды, чтобы не уклонялись ни в какие расколы, ни в какие сомнения в вере православной. И чтобы самое дорогое и, наверное, самое трудное наполняли свое окаменелое, ожесточенное сердце любовь. Ведь без любви все ничто. И вера наша без любви ничто. Поэтому будем любить Бога и будем любить друг друга. Любите друг друга. И так вы исполните закон Христов. С праздником всех вас мир вам, Божье благословение, ангела-хранителя и помощи Божьей вам от всех святых по молитвам Пресвятой Владычице нашей Богородице, Рождество Которой мы в эти дни светло празднуем. Аминь.